Всем привет! Сегодня я расскажу о ваших ошибках в уходе, и почему говорю о ваших, потому что эту идею я сформировала на основе ваших комментариев. Вы мне очень часто задаете разные вопросы, просите вам что-то посоветовать, и одни и те же вещи я встречаю снова и снова и снова. И я вижу, что некоторые темы все-таки еще не до конца раскрыты. Вполне возможно, что для кого-то из вас все, о чем я буду говорить сегодня, будет казаться очевидным, но, тем не менее, я уверена, что вот там, вот-вот по ту сторону сидят некоторые молчаливые зрители, которые, возможно, даже и не спрашивают об этом, но повторяют эти ошибки. И сразу скажу, тема эта просто безграничная, вообще о ней можно говорить часами, но сегодня я займу не так много вашего времени, обещаю, по крайней мере постараюсь. Короче, если вам это будет интересно и полезно, обязательно поставьте этому видео палец вверх, и не забудьте об этом сказать в комментариях, тогда я буду еще собирать вот такие вот разные пунктики, и мы с вами будем обсуждать в каких-то будущих видео. А сейчас давайте приступать. Первое, о чем хочу поговорить, это то, что я чаще всего встречаю в комментариях, и это тема очищения лица. Очень часто, когда я рассказываю о каком-то средстве для очищения лица, меня спрашивают, насколько хорошо он снимает макияж. И я далеко не всегда в каких-то обзорах продукции углубляюсь в тему того, как правильно ухаживать за лицом. Но в то же время я очень часто вижу, что многие воспринимают очищение от макияжа и очищение лица как один-единственный пункт, когда на самом деле их всегда, при любых обстоятельствах, должно быть два. В первую очередь вы очищаете лицо от макияжа. Вы это можете делать любыми средствами, которые вам нравятся, будь то мицеллярная вода, гидрофильное масло, какие-то смывки, неважно, что вторым этапом обязательно должно идти именно очищение лица. Именно для второго шага я чаще всего использую какую-то пенящуюся умывалку, чаще всего это что-то корейское, и также форы луна. И только после этих двух шагов я могу утверждать, что моя кожа очищена. И вообще степень очищения кожи очень-то многое влияет. Во-первых, если вы не будете хорошо очищать кожу, вы всегда будете более склонны к появлению прыщей на лице, потому что забиваются поры, соответственно, потом вам они не скажут спасибо в ответ. Но даже если вы не склонны к появлению прыщиков, все равно недоочищенная кожа не так хорошо пропускает уход, который вы наносите сверху. То есть, если вы тратите деньги на какие-то хорошие сыворотки, на какие-то хорошие кремы, то потом это все не так хорошо проникает просто в слои кожи, соответственно, вы просто-напросто теряете ваши деньги и не получаете должный уход. Поэтому всегда запомните, что есть первый шаг – это очищение от макияжа, и второй шаг – это очищение лица. Вторая ошибка, которую я встречаю не реже – это непонимание разницы между увлажнением и питанием. Очень часто я смотрю, что в обзорах эти слова используются как слова-синонимы, и в ваших комментариях я также часто встречаю это заблуждение. Наша кожа, по сути, состоит из баланса влаги и жира, и увлажняющие средства как раз-таки помогают нам восполнить баланс запаса воды, а питательные средства помогают нам выровнять уровень жирности кожи. Отсюда и все эти типы кожи. То есть, если кожа сухая, это не значит, что ей нужно добавить влагу, это значит, что ей нужно добавить питание, потому что у этого типа кожи как раз-таки не хватает жирового баланса. В то время как обезвоженная кожа может быть абсолютно любая, как жирная, так и нормальная, так и сухая, потому что обезвоженность, ее очень на самом деле трудно вот так вот визуально распознать, потому что вам может казаться, что у вас чувство сухости, стянутости есть, но в то же время вы блестите просто как блин на масленицу, и вы не понимаете, как вообще эти вещи сопоставимы. Вполне возможно, если вы ощущаете именно это, то у вас жирная кожа, просто она обезвоженная. Такому типу кожи рекомендуются какие-то увлажняющие средства, но очень легкие, которые не имеют вот этой вот жировой базы. Обычно они выглядят в форме геля, каких-то очень легких текстур, которые быстро впитываются, наполняют кожу влагой, но не жиром. В то время как для сухой кожи рекомендуется и увлажняющие, и питательные какие-то кремы, сыворотки, которые делают и одно, и второе. Еще один миф, о котором я сегодня хочу поговорить, заключается в том, что уход вызывает привыкание. То есть, если вы купили какой-то крем или сыворотку, то эта сыворотка и крем отлично работают только на протяжении определенного периода, потом это вызывает привыкание, и эти средства перестают работать для вашей кожи. На самом деле это абсолютно неправда, потому что, если рассудить даже чисто логически, крем, сыворотка, неважно, любой продукт это константа, он не меняется абсолютно, в то время как ваш организм и ваша кожа, это как раз таки переменная. И если вы замечаете, что ваш уход перестал работать для вашей кожи, вполне возможно, что именно с вашей стороны что-то изменилось. Возможно, что-то изменилось в погодных условиях, возможно, что-то связано с местом вашего проживания, может быть, вы сменили его, сменили даже квартиру, это тоже, бывает, играет значение. Чаще всего это связано с тем, что меняется что-то в вашем организме, то есть у вас появляются другие потребности. Ну, а самая частая причина вот таких вот мыслей заключается в том, что уход, который вы приобрели, довел вас до определенной точки, до которой и должен был вас довести, и дальше вы не видите какой-то разницы, и вам кажется, что уход перестал работать, хотя на самом деле он просто закрепил определенное ваше состояние, и сейчас его поддерживает. Любой уход не может работать вечно, то есть если у вас, к примеру, сухая кожа, и вы купили очень хороший питательный крем, естественно, когда вы начинаете им пользоваться, в первый месяц вы увидите значительную разницу, то есть у вас кожа становится более приятной, более бархатной, уходит чувство сухости и стянутости, перестает появляться шелушение, но через месяц, если вы от всего этого уже избавились, соответственно, не стоит ждать каких-то чудес в последующие месяцы, вы просто будете пользоваться этим кремом, и получать все те же преимущества, до которых вы доходили вот этот вот первый месяц. В уходе есть еще такое понятие, как толерантность или переносимость, чаще всего это относится к каким-то активным ингредиентам, таким как ретинол или витамин С, здесь можно говорить частично о привыкаемости, потому что всегда, когда мы начинаем, к примеру, пользоваться ретинолом, мы можем начать с 2%, и когда мы наносим это на кожу, мы видим очень бурную реакцию, кожа начинает шелушиться, обновляться, и через какое-то время кожа как будто привыкает уже к проценту этого ретинола, и в таком случае косметологи рекомендуют переходить на процент повыше, но опять-таки здесь не совсем корректно говорить о том, что это привыкание. Скорее всего, ретинол просто опять-таки здесь довел состояние кожи до той точки, до которой должен был, и если вы не повысите процент, то вы просто будете поддерживать вот это состояние, но если вы хотите еще больше омолодиться, то, соответственно, нужно уже повышать здесь дозу. И раз мы с вами уже заговорили об активных ингредиентах, мне хочется немножко продолжить эту тему, сейчас уход с активными ингредиентами стал гораздо более доступный, если раньше мы могли получить какие-то кремы, сыворотки только от косметологов по их рекомендациям и в каких-то профессиональных марках, то сейчас эти средства доступны вот так вот просто, заходи в магазин и покупай. И очень часто случается, что люди не читают инструкцию по применению, а это очень важно, особенно, когда мы говорим о действительно активных ингредиентах, которые могут вам навредить, если вы не будете использовать их правильно. В том числе, что касается кислот, их ни в коем случае нельзя наносить на влажную кожу, на кожу распаренную, на кожу после душа, после ванны, потому что очень велики шансы того, что вы просто-напросто спалите себе лицо, у вас очень будет красная раздраженная кожа, и потом заживать она будет достаточно долго, и даже если визуально кажется, что все нормально, уже все зажило, то полная регенерация занимает время. И если вы часто будете повторять эти ошибки, вы можете либо заработать аллергию, либо просто сделать свою кожу очень крайне чувствительной, и потом не сможете вообще ничем из этого пользоваться. Поэтому, если вы уже дорвались до какого-то классного ухода, с какими-то активными ингредиентами, обязательно прочтите, как правильно использовать эти средства. Какие-то общие принципы я вам сейчас перечислю. Если это ретинол, то лучше его использовать на ночь. Витамин С лучше всего использовать в высокой концентрации, иначе он не имеет никакого смысла, он тогда работает скорее как консервант, нежели как средство, которое может омолодить именно кожу. И в высоких концентрациях витамином С нельзя пользоваться в период активного солнца. То есть это поздняя весна, лето, ранняя осень. И если это какие-то пилинги с кислотами, то здесь, конечно, могут быть разные варианты, но чаще всего, если это высокая концентрация кислоты, то она наносится на чистое и полностью сухое лицо. О следующем пункте уже очень многие знают, но я уверена, сейчас начнется опять этот летний сезон, и я опять буду видеть одну и ту же ошибку снова и снова, а это пренебрежение SPF. Особенно это важно для тех, у кого в уходе как раз-таки есть вот такие вот активные, агрессивные компоненты, потому что если вы будете пользоваться, например, тем же витамином С или ретинолом, но вы не будете защищать свою кожу с помощью SPF, и, кстати, даже зимой, не думайте, что зимой солнца не существует, и если SPF вам вы будете пренебрегать, то, соответственно, готовьтесь к последствиям. Я не буду вас сейчас пугать, как все, что у вас обязательно будет рак, это далеко не так, потому что рак заболевание не изученное до конца, поэтому никто не может ни гарантировать, ни исключить этого, неважно, абсолютно пользуетесь вы чем-то, или не пользуетесь, но если вы все-таки пренебрегаете SPF, вы в очень высокой группе риска на аллергию, на чувствительность кожи, и на пигментные пятна. И я хочу закончить более таким невинным пунктиком, это, возможно, не настолько важно, насколько все предыдущие пункты, но, опять-таки, я часто подмечаю это, и тоже хочу об этом рассказать. И этот пункт заключается в том, как правильно наносить крем под глаза, ну, крем для век, грубо говоря. Очень часто я вижу одно и то же, что люди набирают крем на палец, и начинают елозить вот так под глазами, и заходить прям под ресницы, чтобы вот все морщинки прям до одной увлажнить, и, кстати, часто также пренебрегают верхним веком, хотя, на самом деле, крем для зоны вокруг глаз, он для зоны вокруг глаз, он не только для зоны под глазами. Если говорить о правильном нанесении, то лучше всего наносить на безымянный палец крем, потому что он самый слабый, и, соответственно, меньше всего давления будет на эту область, так как кожа здесь очень тонкая, и быстрее всего стареет, то лучше как можно меньше воздействия делать на эту область, и начинаем наносить все это по орбитальной кости. Не нужно заходить близко к ресницам, потому что вся эта зона и кожа здесь достаточно подвижная, то есть, в принципе, продукт все равно немножко подвинется и увлажнит всю зону, которую нужно увлажнить, но если вы будете заходить прям очень глубоко к ресницам, чаще всего заканчивается за тем, что это попадает на слизистую и в глаз, глаза начинают слизиться, особенно если в креме для зоны вокруг глаз есть какие-то охлаждающие компоненты по типу ментола, то глаза сразу ужасно раздражаются и начинают слизиться, все потому что не нужно очень близко подходить, хотя с какой-то стороны кажется, что это абсолютно нелогично, хочется увлажнить прям вот все каждый миллиметр, нужно просто по орбитальной кости нанести крем сверху и снизу, и я вам гарантирую, этого будет достаточно. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, обязательно поставьте ему палец вверх, если так и было, можете поделиться этим видео со своими друзьями, подругами, потому что тема эта очень важна, и мне хочется, чтобы каждый в ней разбирался, хотя бы на базовом уровне, если у вас есть какие-то классные советы по уходу, обязательно пишите о них в комментариях, если у вас есть вопросы, тоже пишите их в комментариях, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, YouTube также рекомендует вам сейчас другие мои видео, обязательно их посмотрите, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.